приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы продолжаем проводить серию мастер-классов по кибербезопасности и тема сегодняшнего мастер-класса это как заблокировать всю рекламу на всех устройствах в вашей локальной сети с помощью dns но я хочу расширить эту тему и еще хочу добавить блокировку всевозможных вредоносных сайтов botnet серверов на фишинговых сайтов и так дальше для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска linux профессионал института кандидат технических наук по специальности информационные технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры ну вот как раз сегодня мы занимаемся повышением вашей квалификации мастер-класс это новый формат обучения основанный на практике леонин байду и обучение на практике ну или практическое обучение соответственно я вам буду все показывать рассказывать делать да но ваша задача просто взять и за мной повторить как результат у вас появятся те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать своему работодателю как результат увеличить свою заработную плату ну и вообще жизнь к лучшему если вы готовы начинаем значит что важно коллеги я вот например зашел на сайт speedtest.net и как говорится офигел почему ну потому что смотрите сколько рекламы да куда ни плюнь реклама мало того что кроме рекламы да и что на самом деле происходит происходит сбор ваших персональных данных да то есть вот здесь вот если я нажму в правом нижнем углу на стрелочку то посмотрите на большинстве сайтов смотрите targeting cookies performance cooking functionality cookies trickling necessary ну и так дальше да то есть вот она картина маслом то есть за мной за вами следят и не только speedtest а абсолютно все сайты для того чтобы в конечном этапе собственно вам что-то впарить какую-то рекламу это первый вариант вариант номер два то что есть всякие злоумы промышленники вредоносные сайты которые тоже за вами следят и тоже могут вам что-нибудь как говорится в парень например два полцарства по цене одного нажми сюда только сегодня только сейчас понятное дело что большинство людей нажмут поэтому возникает вопрос как это дело все заблокировать вообще раз и навсегда причем не только на ноутбуке а и на телефоне на телевизоре на планшете на еще где-то там да то есть на всех ваших устройствах которые есть в сети так вот коллеги для этого как говорится придумали такую интересную штуку как блокировку на уровне dns соответственно когда вы пытаетесь обратиться к какому-то нежелательному ресурсу то dns сервер просто возвращает айпи адрес 127 001 до заглушку заглушку как результат вот эта реклама она просто не загружается вредоносные сайты не загружаются вот такая вот интересная технология поэтому мы будем блокировку использовать с помощью dns а значит что важно мы уже внедрили в себя в садикоме вот вот эту технологию ну и вот я вам хочу показать статистику за последние 24 часа значит вот например у нас какая статистика то что за 24 часа у нас было 4040 40 обращений к dns у из них 8071 заблокировано да то есть фактически 18 целых три десятых процента заблокировано но я вам так скажу что мы в среднем от 20 до 30 процентов трафика это реклама вы представляете да то есть 20 процентов пускай даже 30 процентов и реклама то есть получается что вам в мозг загружает вот эту вот всю ерунду купи два полцарства за по цене одного ну и так дальше а потом ходим как как ненормальные да вот и голова болит и мозг на бикрин и учиться невозможно и так дальше поэтому нужно это дело все блокировать максимально ну и как говорится жить будет легче и лучше таким образом собственно у нас уже здесь настроен пехол ну а я сегодня вам расскажу как это дело все настроить у себя причем вот у нас он настроенный на сервере в облаке а вот наши студенты наши коллеги просили рассказать показать настройку пихола на мини-компьютере разбирь пай собственно разбирь пай это такой вот мини-компьютер размер этого компьютера коллеги 85 на 65 миллиметров вот собственно небольшой датусе размер кредитной карточки и соответственно вот наши студенты просили покажите как настроить так чтобы без облаков без ничего чтобы этот компьютер лежал у меня где-то там вот возле роутера возле маршрутизатора домашнего и блокировал всю рекламу поэтому сегодня я покажу как настроить пехол как настроить вот эту безопасность именно на вот таком вот мини-компьютере значит что важно то что кроме самого мини-компьютера нам понадобится еще карточка микро-сд значит это у меня карточка на 16 гигабайт хотя будет достаточно два и больше два и больше ну и собственно переходник на sd на для карт-ридера чтобы можно было это дело все записать операционную систему ну и дальше я вам все это дело покажу поехали дальше следующий важный момент коллеги значит все что я буду сегодня делать это все доступно будет в виде статьи в нашем блоге соответственно вы сможете повторить сделать control c control v то есть это для простоты понимания для того чтобы у вас как говорится точно все получилось и вы нигде как говорится не лоханулись и у вас все работало поехали дальше следующий важный этап это установка операционной системе собственно на мою разберри пай что мне для этого необходимо мне необходимо перейти на сайт raspberrypi.com слэш софтвэр и вот здесь вот скачать и миджера и миджер это такая программа которая помогает все это дело установить развернуть и настроить собственно здесь вы нажимаете download for windows ну если у вас windows если у вас мак то для мака ну и для убун ты тоже можно это дело все скачать поехали дальше следующий этап это то есть вы скачиваете и устанавливаете этот и миджер при установке нужно совсем согласиться я уже это установил для экономии времени поэтом я и миджер просто запущу и так вот мы разбери пай и миджер запускаем здесь нужно нажать ес вода ну и вот он собственно у меня открылся значит что здесь важного что здесь интересно коллеги то что необходимо вставить карточку в переходник ну и дальше в карт ридер в компьютере так вставил прекрасно прекрасно значит следующий этап это нужно сделать chose с выбрать операционную систему значит по умолчанию и миджер предлагает установить полноценный дебиан причем десктопной версии десктопной версии но мне рабочий стол не нужен на этом компьютере маленьком да то есть зачем мне тут рабочий стол я установлю по сути серверную версию дебиана на мой разбери пай для того чтобы установить именно серверную урезанную версию дебиана то я выбираю разбери пай с азар ну и вот здесь вот нахожу light вот это вот разбери пай с light 32 бита соответственно выбираем дальше следующий этап коллеги это необходимо выбрать флешку которую мы только что вставили в картридер чтобы туда это дело все записать собственно и менеджер у меня определил что это вот диск д mounted с диск д да поэтому я выбрал его следующий этап это необходимо настроить саму дебиан чтобы она была включена доступ по ссс и чу и так дальше всякие как говорится мелочи для этого я нажимаю вот на эту вот шестерню это важно ну и вот здесь вот необходимо произвести некие настройки и так ставим галочку напротив хостнейм и здесь давайте укажем хостнейм как он будет у меня называться я сделаю пи холл пи холл чтобы было понятно дальше следующая галочка enable ssh то есть я хочу включить аутентификацию по паролю и собственно дальше вот этот самый пароль необходимо задать имя пользователя пи ну и я задаю пароль пароль нужно обязательно задавать потому что иначе вас могут легко взломать без пароля дальше local локей локей локейл давайте поставим тоже часовой пояс раскладку клавиатуры дальше джек медиа вент финишит ну и собственно здесь нажимаем сейф вот собственно то что нам нужно настроить и последний этап это нажимаем на кнопку в райт собственно должна начаться запись на флешку собственно здесь нажимаем ес и собственно запись начинается что важно коллеги то что если вы первый раз будете запускать и менеджера тони и менеджер необходимо скачать образ вот этого самого дебина там образ небольшой порядка 300 400 мегабайт поэтому все зависит от скорости вашего интернета соответственно может быть надо будет минут пять-десять подождать но и мы тоже здесь ждем пока это дело все запишется дебиан успешно записался на флешку закрываем и менеджер дальше достаем достаем флешку из карт ридера так так вот она у меня вот она у меня следующий этап берем разбери пай и вставляем сюда нашу флешку что важно контакты должны быть вниз к плате вот не перепутайте коллеги потому что потому что будет не работать так поставили дальше подключаться к локальной сети я буду по кабелю можно в принципе по вай-фаю но собственно мне легче для простоты сделать это дело все по кабелю ну и последний этап это включаем блок питания блок питания так так зарядку где моя зарядка так так включаем и что я вижу я вижу что что загорается светодиод красного и зеленого цвета вот видите вы тоже это видите вот начался процесс загрузки поехали дальше следующий этап коллеги это нужно вычислить какой же будет айпи адрес у моей разбери пай собственно дальше мне необходимо к ней подключиться по ссс и чу и собственно выполнить установку пихола соответственно получается нужно вычислить айпи адрес для этого что я делаю я захожу на свой маршрутизатор на свой маршрутизатор вот мой маршрутизатор и вот здесь вот я нахожу пихол вот видите и айпи адрес 192.168.15.71 вот таким образом это дело я вычислил открываем пути ну и пишем 192.168.15.71 так все вроде бы должно загружиться все нажимаем open 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 так давайте проверим пинг 192.168.15.71 так еще не загрузилась так 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 не загрузилась ждем пока загрузится так дебе он успешно загрузился надо минуточку подождать так делаем переподключение с помощью пути обмен ключами rsa есть дальше логин и ну а пароль тот который вы установили соответственно вот пожалуйста я вошел в систему следующий этап это я увеличу немножко размер шрифта чтобы вам было лучше видно так 18 жирный apply так 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 значит следующий этап коллеги что нам необходимо сделать это выполнить обновление системы то есть по умолчанию разбери debian вот он уже установился да но он как бы не совсем свежий нужно обновить как же мне это дело обновить значит вначале мне необходимо стать супер пользователем или привилегированным пользователем поэтому здесь я делаю суда с у следующий этап необходимо обновить список пакетов в репозитории для этого я воспользуюсь командой апт апдейт вот дальше ставлю два имперсанта и сделаю следующую команду это уже обновление всех пакетов апт пробел минус y и здесь есть минус апгрейд апгрейда то есть обновить все пакеты пробел ставлю еще два имперсанта и потом перегружу разбери пай после всех успешных обновлений это пишем шут да вон шута он минус р на собственно вот такая вот команда по полному обновлению собственно моего тебе она нажимаем enter и здесь необходимо подождать пока это дело все выполнится процесс может занять определенное время зависит от скорости вашего интернета ну и собственно насколько мощная ваши разбери пай и так все обновилась и дебиан перегрузился собственно перри подключаемся так и старт сэшн и ну и в наш пароль собственно коллеги поступил вопрос пока все обновлялось а если я не могу в себя на маршрутизаторы вот в dhcp лизах найти свою разбери пай если другой способ как можно вычислить собственно ip адрес разбери пай коллеги самый простой способ это подключить монитор подключить клавиатуру опять-таки ввести логин пив ввести ваш пароль ну а дальше написать команду айпи айпи адрес шоу айпи адрес шоу ну и вот пожалуйста здесь вы сможете увидеть ваш айпи адрес ну вот у меня 192 168 1571 вот второй способ как узнать эти адрес разбери пай ну а мы продолжаем мы продолжаем собственно разбери пай разбиан дебиан установился обновился и мы переходим к следующему этапу коллеги это собственно установка пехола пехол еще раз это такой dns сервер который будет блокировать доступ к всевозможным баннерным сетям к баннерным рекламам да то есть будет заблокирована абсолютно вся реклама на всех устройствах на мобильных телефонах смарт-телевизорах планшетах и так дальше то есть очень очень удобно и так поехали как же установить этот самый пехол для этого мы воспользуемся всего-навсего одной командой вот эта команда я это дело все копирую и собственно вставляем вот сюда в терминал нажимаем enter ну и собственно дальше начинается инсталляция здесь необходимо немножко подождать пока скачаются соответствующие пакеты ну и система задаст вам несколько вопросов на которые нужно ответить сообщение номер один здесь написано что устройство превратится в блокировщик рекламы согласен согласен нажимаем собственно окей следующий вопрос собственно пехол просит сделать донейт поэтому если есть возможность можете тоже пожертвовать каких-то денег следующий вопрос пехол просит задать статический айпи адрес поэтому здесь мы собственно нажимаем с с ну и вот тот айпи адрес который у меня здесь есть так гейтв и собственно меня эти настройки устроит поэтому как бы вполне нормально система все определяет в этом здесь я просто нажму нажму окей ну и следующий момент то что система говорит что могут быть конфликты айпи адресов но обычно маршрутизатор с этим справляется чтобы не было никаких конфликтов у меня маршрутизатор микротик поэтому роутер с до действительно с этим справляется ну и здесь вот тоже нажимаем ok дальше какой будем использовать провайдер dns собственно коллеги дальше мы к нашему пехолу подключим cisco umbrella это open dns бесплатная версия где будем блокировать доступ к всевозможным фишинговым сайтам ботнет сетям и другим вредоносным ресурсом поэтому здесь нужно обязательно выбрать собственно вариант номер вариант номер в 2 это вот open dns так поехали дальше использовать сторонние blacklist и какие-то там то использовать поэтому здесь тоже нажимаем окей нужен ли нам веб-интерфейс для управления пехолом до нужен в этом здесь тоже я бы нажимаю окей дальше какой веб-сервер поставить значит нужно вот по умолчанию будет установлен light httpd меня это вполне устроит поэтому я здесь тоже нажимаю окей дальше вести журнал чтобы было видно кто куда ходит на какие сайты и так дальше я оставлю это по умолчанию это же нажму окей дальше детализация журнала да то есть шоу эвросин допускай будет шоу эвросин пускай я буду вести статистику ну и собственно дальше все сконфигурировалась и выполняется установка необходимых пакетов и всех остальных служб ну вот в частности там будет ставится сейчас долго обычно долго ставится php в него останови затяжка по времени установка успешно завершена давайте перейдем в интерфейс и посмотрим что же у нас там откроется собственно копируем копируем вот вот этот вот путь открываем соседнюю вкладку и переходим так 190 2 168 1571 слэш админ прекрасно все у меня открылась для того чтобы залогиниться в панель управления с левой стороны нажимаем нажимаем на кнопочку логин и собственно вот здесь вот необходимо ввести пароль где его взять собственно пароль вот при установке у нас сгенерировался случайным образом что важно коллеги то что его можно будет поменять как сделать покажу под чуть чуть позже так вставить так что не скопировалась что не скопировалась так скопировалась control в логин ну вот прекрасно все у меня открылась пока квари ноль блокет ноль пока все по нулям поехали дальше значит то здесь мы просто нажимаем ok значит как поменять пароль если необходимо поменять пароль то для этого пишем следующую команду пехол минус эй пробел минус пи нажимаем enter ну и собственно здесь пароль можно будет задать ваш этом вот пожалуйста я его поменял следующий этап коллеги это как обновлять пехол да то есть давайте тоже посмотрим пехол м пробел минус в соответственно что мы видим мы видим текущую версию 5 10 5 12 до 5 15 ну и latest если совпадает то в принципе обновление никакие не нужны но мне собственно не нужны да потому что я буквально только что поставил но периодически вам нужно будет обновлять базу всех этих рекламных сайтов баннерных сетей и так дальше поэтому это делается тоже весьма просто пишем пехол м пробел минус об и собственно дальше будет выполнено обновление здесь нужно немножко подождать пока все скачается и и установится ну вот у меня собственно это дело достаточно быстро в интерфейс вот everything is update пожалуйста все готово таким образом пехол установленный и мы можем теперь прописать на маршрутизаторы в качестве dns сервера айпи адрес нашего пехола для этого я открываю собственно винбокс у меня еще раз маршрутизатор это микротик поэтому если у вас другой маршрутизатор то как бы у вас может быть по-другому и так альпи dns но у меня здесь видите стоит сервер 111 это cloud флаг ну а мне нужно поменять на мой пехол 192 168 1571 дальше необходимо почистить кэш я нажимаю здесь вот кэш flush кэш флаж кэш так почистилась и нажимаю окей также необходимо почистить кэш в моем виндовсе dns кэш как почистить вот собственно пишу айпи конфиг конфиг пробел слэш flash flash dns и собственно кэш успешно очищен ну и собственно коллеги можно куда-то попробовать зайти и в реклама должна уже блокироваться ну давайте зайдем на тот же самый спид тест и так спид тест . нет нажимаем и мы видим что реклама у меня уже уже блокируется посмотрите красивый сайт нету никакой рекламы это прям ужас было невозможно смотреть здорово работает и собственно мы теперь должны видеть статистику да то есть видите уже 33 запроса было из них 6 заблокировано вы только вдумайтесь в это все дело да так смотрим query log а пароль просит вести заново вводим наш новый пароль который я установил так переходим query log и что мы видим коллеги окей 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 так а что же тут заблокировано что же у нас заблокировано вот заблокировано смотрите ads pubmatic.com amazon.id system.com google чего там google и тэг-менеджер ком вот дам секьюри батс дабл клик нет вот она вот она коллеги ss stats adobe com вот она да вот она какая картина маслом получается что еще раз коллеги смотрим статистику из 47 да вот 6 заблокирована вот такая вот интересная собственно картина следующий этап сегодняшнего мастер-класса коллеги это настроить безопасность блокировку всевозможных вредоносных сайтов ботнет сетей фишинговых сайтов как же это дело заблокировать ну и собственно для этого мы будем использовать такую штуку которая называется cisco umbrella дальше вы скажете cisco umbrella стоит денег и причем немалых если какое-то бесплатное решение для дома да коллеги есть для дома решение это open dns поэтому заходим на open dns ну и здесь можем почитать значит вот я открою вам значит вкладочку канцер что мы здесь видим то что for home значит free до free 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 бесплатно дав open dns home free ну а здесь есть платные решения соответственно там будет больше больше всяких возможностей но нас вполне вы устроит обычное бесплатное решение поэтому следующий этап это вам здесь нужно зарегистрироваться зарегистрироваться я уже по сути здесь зарегистрированный поэтому я нажимаю войти залогиниться и нужно будет ввести логин пароль для того чтобы собственно попасть в систему переходим на вкладку settings settings так ну и вот здесь вот должен засветиться ваш ip адрес то есть тот IP адрес с которого вы выходите в интернет то есть белый публичный IP адрес ну и здесь вашего маршрутизатора но и здесь я нажимаю add this network и собственно добавлю этот IP адрес в себе в настройки и чтобы можно было управлять ну давайте укажем название в сети мастер минус класса сын это у меня так дальше у меня IP адрес статический поэтому не эта галочка не нужна нажимаем дан и вот пожалуйста теперь он у меня в списке дальше нажимая на этот IP адрес вот и собственно здесь уже можно управлять различными категориями доступа значит что важно с левой стороны есть вкладочка security и вот вы можете посмотреть что уже заблокировано по умолчанию то есть по умолчанию блокируется что мы его ботнет protection да то есть все вот эти вредоносные сайты они блокируются дальше фишинговые сайты тоже блокируются то есть по умолчанию все будет это заблокировано ну и вы можете индивидуально заблокировать какие-то ресурсы для этого идем на вкладочку web content filtering и соответственно здесь есть различные категории ну давайте для примера я покажу low дальше нажму применить apply система пишет что через три минуты настройки вступят в силу ну а теперь давайте нажмем кастом что я здесь вижу коллеги то что вот пожалуйста вот такие есть категории да то есть если вы например хотите заблокировать чтобы дети у вас там не играли да на компьютере с утра до ночи на телефоне да то вы можете заблокировать все игры все онлайн игры как это сделать ставим галочку games games до games нажимаем собственно и план и все и абсолютно все онлайн игры будут через три минуты заблокированы просто то просто идеально я бы так сказал дальше вы хотите заблокировать там не знаю какие-то сайты знакомств там да или что тут еще есть вот все какие-то телевизион до телевизион табако спорт ну спорт пускай будет дракс в наркотики чат ну и так дальше да то есть вы можете вот смотрите сколько да то есть на самом деле очень много всевозможных сайтов которые можно заблокировать это весьма весьма здорово это это прикольно да то есть вот такая вот интересная настройка которую можно тоже применять и так давайте попробуем перейти в куда мы попробуем перейти наверно в steam да в steam давайте попробуем заблокировался у нас steam или нет так google так не помню как 7 пишется steam так steam вот он steam добро пожаловать steam по давайте попробуем открыть откроется или нет так открылся steam значит еще еще коллеги не заработала блокировка значит давайте попробуем зайти на сайт 2 и пи . ру должен уже тоже быть блокирован нет еще не заблокировался но здесь необходимо подождать вот этих самых три минуты и вот проверим как будет работать блокировка так ну что проверяем еще раз будет ли у нас доступен steam значит еще раз steam так добро пожаловать в steam нажимаем о видите уже у нас steam не открывается как бы я хотел сюда вот попасть вот то мне система видите кажется не пущает не пущает и что я вижу коллеги то что сайт заблокирован cisco umbrella сайт заблокирован дальше давайте перейдем на сайт 2 и пи . ру вот так а это что не заблокирован должен быть заблокирован так а здесь 2 и пи . ру вот собственно коллеги надо чтобы прошло определенное время и система заблокирует видать в кэше еще где-то осталось значит но здесь в браузере видите у меня не открывается таким образом для того чтобы настройки вступили в силу необходимо каких-то там три минуты но и вы можете абсолютно те ресурсы которые вы не хотите чтобы дети например смотрели вы можете легко заблокировать или например вот классическая проблема системных инженеров как заблокировать торренты в сети да вот там пользователи сидят и торренты это дело все значит качают очень просто коллеги ставим галочку peer-to-peer файл шаринта нажимаем нажимаем apply и соответственно все три минуты и система это дело все заблокировать таким образом коллеги что мы с вами сделали значит мы взяли разбери пай это мини компьютер размером 65 на 85 размером как кредитная карточка установили туда debian вот последний дальше установили пехол с помощью пехола мы теперь можем вести статистику посмотрите вот 19 процентов трафика блокируется представляете да то есть вот все что грузится на ваш компьютер это вот вредоносное можно блокировать вот дальше мы прописали пехол на нашем dns сервере вот здесь вот в качестве данной сервера и это означает что абсолютно все компьютеры в моей сети да вот мне тут 29 штук вот вот они все будут теперь использовать пехол и будет блокироваться реклама абсолютно на всех вот таких вот ресурсах ну и вот последний этап это мы прикрутили безопасность помощью cisco umbrella ну или бесплатной версии собственно open dns а да и здесь можно выполнять фильтрацию вот по таким вот категориям на самом деле очень тонко да если надо кого-то добавить отдельно да то вы можете добавить здесь видите always блок если надо конкретный сайт заблокировать ну или never блок если нужно наоборот какой-то конкретный сайт разблокировать то есть можно сделать исключение ну или наоборот заблокировать вот такой вот классный open dns ну или cisco umbrella собственно коллеги если у вас есть вопросы по сегодняшнему мастер-классу то пожалуйста задавайте поделитесь пожалуйста вашим мнением в комментариях как вы блокируете доступ к вредоносным сайтам да потому что потому что разные есть сайты хорошие нехорошие есть вообще где всякие вредоносные программы бот нет и так дальше да то есть чем вы пользуетесь как вы блокируете может что-то вышло новое то пожалуйста поделитесь вашим личным опытом вашим личным мнением ну а если вам это видео было полезным оцените его лайком также подписывайтесь на наш youtube канал где мы выкладываем полезные видео полезные мастер-классы проделываем ну эти все мастер-классы проходят по вашим заявкам поэтому может быть вас что-то не получается или вы всегда мечтали что-то настроить но как говорится руки не доходили то можете написать и я с удовольствием для вас это проделаю потому что мне в кайф делиться своим опытом вот своими знаниями поэтому пишите вот какие темы интересны и что нам сделать почему по какой теме сделать мастер-класс на следующий раз если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программирования то коллеги вот подавайте заявки на курсы на онлайн курсы где вы сможете систематизировать ваши знания получить международные сертификаты ну а также мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании вот приглашаю вас на курс линукс нуля две недели 6 занятий собственно где вы вот в таком же формате ленан байду и научитесь в немного но научитесь пользоваться линуксом как результат вот легко сможете настроить дебиан на разбери пай и туда установить собственно пехол и даже даже этим всем пользоваться вот дальше приглашаю вас на курс по кибербезопасности введением кибербезопасность коллеги сейчас на данный момент специалистов по кибербезопасности необходимо больше чем всех вместе взятых программистов то есть вот она кибербезопасность везде да за всеми следят всех отслеживать что-то кому-то впаривают ну а если не впаривают то какие-то ботнет сети фишинговые сайты и так дальше поэтому поэтому кибербезопасность вот прям везде приходите 24 долларов введение в кибербезопасность две недели 6 занятий собственно что важно коллеги важно быть специалистом на стыке каких-то знаний или технологий то есть вот наша собственно дебиан разбиан вот это сетевая операционная система нужно знать как работают сети как работают протоколы тот же самый днс поэтому приглашаю вас на фундаментальный курс по сетям cisco сессионы где вы детально разберетесь в том как работают сети ну и собственно получите международный сертификат cisco сессионы следующий этап коллеги это программирование программированием собственно сейчас абсолютно все программируется ну и что важно то что если вы будете владеть например линуксом сетями и программированием то такой инженер называется девупс инженер собственно зарплата две с половиной тысячи долларов без опыта поэтому ну вот он стык знаний стык технологий вот есть курс введения в девупс 24 доллара 10 практических занятий где вы научитесь программировать вот эти все линуксы циски вот api интерфейсы и так дальше вот такие у нас планы на ближайшее будущее на этом всем спасибо вам большое что были со мной на протяжении этого мастер-класса мир дому вашему ассалам алейкум берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помогайте друг другу помните что сила в единстве на этом все до свидания